Всем привет дорогие друзья! Меня зовут Фатхудинов Марсель и я рад приветствовать вас в третьем заключительном уроке по After Effects, в котором мы завершим работу по созданию заставки из сериала Во все тяжкие. Итак, давайте посмотрим на чем мы остановились после двух уроков. Так выглядит наш результат пока. Ну и в конце этого урока мы уже получим готовую заставку. Первое, что нам предстоит сделать сегодня, это дописать вот эти надписи VideoSmile и для этого я беру инструмент Type Tool. На панели Character выбираю нужный шрифт, а именно HeartBreakingBet. Установить его вы можете, скачав файлы к уроку и там найти этот шрифт. Ну и просто набираю оставшиеся символы. Активирую введенный текст. Здесь я набираю Smile. Беру инструмент выделения и смещаю его в нужное мне место. Также можно отобразить Reference и подогнать уже эти слои по нему. Чуть-чуть увеличу размер шрифта. Так, здесь у нас 142. Давайте здесь тоже поставим сразу 142. Отлично. Так, этот слой я, пожалуй, перемещу наверх, потому что к тем слоям я уже обращаться не буду и чтобы он у меня был сверху. Итак, теперь мне нужно анимировать появление этих слоев. Опять же, давайте посмотрим, как они появляются в оригинальной заставке при помощи вот такой вот некой текстуры. Сейчас мы ее создадим. Но прежде чем двигаться дальше, давайте сделаем из этих слоев пре-композицию. Это у нас видео. И здесь Smile. Теперь я создаю новую композицию, которая будет называться Fade in Logo. Размеры этой композиции будут 400 на 100 пикселей. И обратите внимание, когда вы будете изменять размеры этой композиции, то вот здесь вот галочку лучше будет снять сразу. Нажимаю ОК. И здесь я создаю новый слой, который будет также называться Fade in Logo. ОК. Цвет этого слоя нам не важен, потому что сейчас мы применяем сюда эффект Fractal Noise. Помимо этого эффекта, сюда же мы применяем эффект Luma Key, при помощи которого будет реализовываться исчезновение этого слоя. А именно, изменяя параметр Threshold, у нас происходит вот такое вот исчезновение его. И сейчас мы анимируем этот параметр. Доводим значение этого параметра до того момента, когда у нас не видно абсолютно ничего. Так, давайте здесь я выставлю Full. Вот это примерно значение 240, я думаю. Ставлю первый ключевой кадр, передвигаюсь на секунду вперед. И здесь будет значение 0. Вот такая вот у нас появилась анимация. Единственное, что нам еще нужно сделать здесь, это увеличить значение параметра Edge Feeder. Для того, чтобы вот эти края стали более плавными. Давайте теперь посмотрим, как выглядит наша анимация. Отлично. И теперь вот эти вот области мы сделаем чуть-чуть поменьше, уменьшим значение параметра Scale. Ну, скажем, примерно до 35-40, примерно в этот район. Отлично. Теперь мы идем в нашу основную композицию. Открываем, например, композицию видео. И здесь размещаем только что созданную композицию Fade in Logo верхним слоем. Теперь я размещаю его так, чтобы он полностью закрыл мою надпись видео. И для этого слоя я выставляю режим Alpha Matte. И посмотрите, что у меня произошло. Вот здесь вот в начале создано вот такое вот появление этого логотипа, то есть этой надписи. И теперь единственное, что мне нужно добавить еще сюда небольшой штрих. Вот такую вот маску. Перехожу в начало композиции. Раскрываю параметры маски. И здесь я анимирую параметр Mask Path. Этот ключ я сдвигаю на одну секунду вперед. Контролирую я это дело все на панели Info. Отлично. И теперь беру инструмент выделения. Два раза кликаю. Начинаю сдвигать. И параллельно зажимаю Control для того, чтобы эти линии у меня совмещались. Все, отлично. Теперь я еще увеличу параметр Mask Feather, ну скажем до 30 пикселей. Смотрим теперь, как у меня выглядит композиция моего видео. Ну что ж, неплохо. Теперь здесь мне нужно подогнать, подогнать вот это вот все по времени. Посмотрим, в какой момент времени у меня появляются надписи логотипа. Так, ну скажем вот с этого момента. Теперь я перехожу в композицию видео. Здесь у меня 5.15. Здесь также 5.15. И вот этот вот слой я сдвигаю сюда, зажимаю Shift и он притягивается к маркеру времени. Смотрим. Так, ну вот, видео у меня появляется. То же самое нужно сделать и со слоем Smile. Этот слой я отключаю. Итак, Smile. Открываю эту композицию. Сюда кидаю композицию Fade in Logo. Выравниваю это все. Перехожу к моменту времени 5.15. И смещаю этот слой, зажав Shift. Здесь я выставляю Alpha Matte. Смотрим результат. Отлично. Это именно то, что нам нужно. Теперь мы переходим к работе с дымом. Идем на панельку Project и здесь находим наш футаж. Открываю его на панели Project. Так, давайте здесь наведем небольшой порядок. Выделяю все слои, относящиеся к логотипу. И кидаю их в отдельную папку. Которая так и будет называться, Logo. Теперь иду на панель Footage и здесь отмечаю тот момент времени, который будет обозначен для импорта. Ну, честно говоря, я уже знаю, с какого момента у меня будет начинаться импорт. Это момент времени 22.11. Здесь я ставлю точку входа слоя. И 34.02. Здесь будет точка выхода. Нажимаю вот на эту кнопку для того, чтобы импортировать все это дело в свою композицию. И сдвигаю по времени, ну, примерно к началу. Теперь я сделаю из этого слоя прекомпозицию, которая будет называться Smoke. Все параметры я переношу в новую композицию. И нажимаю Open New Composition. Окей. Итак, запомнили. Smoke это у нас основная композиция с дымом, которая располагается вообще в нашей основной композиции. Теперь. Первое, что мне нужно сделать здесь, это отделить вот этот вот дым от черного фона. Как я это сделаю? При помощи эффекта Shift Channels. Что делает этот эффект? Для одного из четырех каналов мы можем задать какой-то определенный параметр, при помощи которого будет задаваться значение этому каналу. Нас интересует канал альфа, и для него значение будет браться из канала blue. Я думаю, это содержание этого канала больше всего в дыме. И сейчас, как вы видите, фон у нас стал прозрачным, но дым стал каким-то скудным. Исправим мы это дело при помощи эффекта Remove Color Matting. Смотрим. Дым у нас уже выглядит более веселее, но вот так вот будет лучше видно. Изменять здесь никаких параметров не нужно. Все, мы можем двигаться дальше. Теперь. Нужно подкорректировать позицию этого слоя. Я раскрываю группу параметров Transform для того, чтобы контролировать значение. Итак. Ну, во-первых, я разверну этот слой против часовой стрелки примерно на 45 градусов. Для того, чтобы дым у меня шел из угла. Дальше. Раз уж слой у нас теперь развернут, нужно увеличить масштаб этого слоя. Так, чтобы он полностью закрывал все пространство композиции. Смотрим. Ну и теперь нужно сдвинуть этот слой чуть-чуть ниже. Я думаю, примерно вот так вот. Мне нужен именно вот этот вот кусок дыма. И он у меня должен выходить из угла. Все, отлично. Теперь из этого всего дела я делаю прекомпозицию. Которая будет называться Smoke Kate. Так, открывать эту композицию не нужно было. Возвращаюсь в композицию Smoke. Все. Теперь мне нужно отделить вот эту вот часть дыма, которая мне нужна. Которая будет использоваться в моей композиции. От вот этой вот ненужной части. Сделаю я это при помощи маски. Беру инструмент Paint Tool. И начинаю рисовать маску. Выделяю этот слой. И погнали. Раскрываю параметры маски. Здесь я пока выставлю None для того, чтобы увидеть весь футаж дыма. И... Анимирую параметры Mask Path, конечно же. Не забываем это сделать. Теперь просто-напросто корректирую положение вот этих вот узлов маски. Здесь я отделю эту первую часть дыма от второй. Давайте я покажу вам, где вторая часть дыма. Она находится примерно вот здесь. И я потом ее сдвину также в центр. Поэтому вот здесь вот я закрываю все это дело. Так. Отменяю последнее действие. И вот здесь вот примерно я поставлю еще один ключ. И дальше продолжаю рисовать маску. И все чтобы выставили ее на мою лаборатору. Возвращая штука. И опять же. А я выполнен. Выpfанка. Продолжение следует. Ув Abra. Уважаем. Выберем штуку. И опять же, 근ссе полной. Уважаем кушку. Ну вот, первая часть дыма, я думаю, готова. Теперь я здесь выставляю режим Add. Отлично. И на панели Project ищу эту композицию SmokeCade и переименовываю её. Будет она называться теперь Part 1. Дальше я дублирую эту композицию, она сразу называется Part 2 и открываю композицию SmokeCade Part 2, здесь нахожу тот кусочек, с которым я предполагаю работать, беру инструмент выделения и сдвигаю теперь его в центр. Отлично. Дальше, возвращаясь к композиции Smoke, здесь размещаю композицию SmokeCade Part 2. этот слой я пока отключаю и работаю со вторым слоем. мне нужно также отделить при помощи маски вот эту вот часть дыма. беру инструмент Pen Tool и рисую маску. теперь раскрываю параметры этой маски, здесь я выставляю пока None и Mask Path анимирую. выделяю одну точку и начинаю по очереди их смещать. Субтитры сделал DimaTorzok я бы не смогу поднять. 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 Ну всё, маски у меня готовы, здесь я также выставляю режим Add, и теперь раскрываю параметр Mask Feeder, увеличиваю его примерно до 50 пикселей, посмотрим. Так, и здесь также отображаю параметр Mask Feeder и выставляю для него значение 50%, то есть 50 пикселей. Так, отображение этого слоя я вновь включаю. Вот здесь у меня появляется такой некий прогал, нужно его заполнить. Этот слой я сдвину чуть-чуть по времени и думаю так будет выглядеть лучше. Отлично. Дым у меня полностью готов, теперь я делаю из этих двух кусков прекомпозицию, она будет называться Smoke Masked. Открывать эту композицию мне не нужно, окей. и здесь в композиции Smoke опять же я работаю, я дублирую эту композицию Smoke Masked и у меня дым теперь выглядит немного ярче. Всё, дым готов, теперь мне нужно разместить его в основной нашей композиции. А, здесь он у меня уже размещен и мне нужно немного подкорректировать положение его по времени. Сразу скажу, что этот слой, то есть этот дым у меня течет медленнее, чем мне нужно, поэтому я применяю сюда эффект, то есть функцию, так сказать, Time Remapping. Смотрим где у меня второй ключ и я сдвигаю его так. Так, включу отображение только этого слоя и примерно вот здесь слой у меня заканчивается, здесь я ставлю ключевой кадр, этот можно удалить. И его, вот этот второй ключ я сдвигаю чуть-чуть левее. Так, ну а теперь давайте включим отображение нашего референса и посмотрим где у нас начинается дым и где заканчивается. примерно вот в этот момент он будет начинаться, давайте сдвинем слой вот сюда вот, отлично, так, вот наш дым тоже пошел и заканчивается дым, ага, отлично, примерно в одно и то же время заканчивается этот дым и наш и их. Вот так вот я подкорректировал положение ключа и тем самым подкорректировал положение, то есть длину слоя дыма. все что нам осталось сделать это придать дыму желтый цвет, для этого я буду использовать эффект CC тонер, этот эффект чем-то напоминает эффект тинт, но действие его немного шире, чем эффекта тинт, поэтому будем использовать его, здесь можно выбрать дуатон, это как раз таки и есть наверное эффект тинт, действует точно так же. Дальше, тритон, это у нас используются три области цвета, светлые тона, средние и тени. и пентон, это у нас используются все пять области цвета, так, мы используем тритон, здесь у нас естественно будет оттенок желтого, и mid tones, посмотрим как теперь выглядит наш дым, отлично, так, давайте отключим пока референс и посмотрим как выглядит только нажды, что ж по моему это то что нужно, теперь давайте добавим небольшой штрих для наших надписей логотипа, вот здесь вот у нас добавляется такая вот текстура для надписей, для букв, с созданием этой текстуры мы сейчас и займемся, создаю новую композицию, которая будет называться yellow texture text, даже лого здесь лучше поставить, так, я пожалуй сделаю ее размерами композиции 1280 на 720, окей, здесь я создаю новый сплошной слой, который будет так и будет называться, сюда я применяю эффект fractal noise, сюда же я применяю эффект shift channels, для того чтобы избавиться от черных областей и белые области я перекрашу в желтый цвет при помощи эффекта tint, начнем с последнего эффекта, здесь я выбираю цвет, естественно оттенок желтого, окей, теперь take alpha from и здесь я выставляю параметр luminance, смотрим как это у меня выглядит на прозрачном фоне и теперь осталось подкорректировать параметры эффекта fractal noise, все это дело у меня должно быть достаточно мелким, поэтому уменьшаю масштаб и подкорректирую контраст и яркость, ну вот теперь я возвращаюсь в композицию видео, например, из этих двух слоев опять же создается прекомпозиция, видео fade in, окей, и здесь размещается композиция yellow texture logo, теперь дело происходит в обратном порядке, этот слой я размещаю сверху и здесь уже выставляю режим alpha matte, посмотрите что у нас получилось, теперь чтобы заполнить оставшиеся части белым цветом, я дублирую этот слой и размещаю его снизу, включая его отображение, все готово, единственное мне нужно анимировать появление этой текстуры, давайте посмотрим в какой момент времени она появляется у нас, так, ну сначала глянем наш референс, это примерно с девятой секунды, ну пусть будет, да, примерно за одну секунду, так, позакрываю ненужные композиции, к ним я уже возвращаться скорее всего не буду, так, эти пока оставляем, и композиции с дымом я также закрою, так, что у нас в композиции видео, так, с начала девятой секунды у нас будет появляться эта текстура и заканчиваться вот здесь вот, на десятой секунде, так что непрозрачность вот этого слоя я анимирую до 100%, и вот здесь я ставлю 0, смотрим, то же самое теперь нужно сделать и для вот этой вот надписи, здесь я сделаю прикомпозицию, ok, размещаю композицию здесь yellow texture logo вторым слоем, этот слой я дублирую, и для этого выставляю режим alpha matte, отлично, так, проверим правильно ли анимирован этот слой, нет, он вообще не анимирован, итак, вот здесь примерно мы ставим ключевой кадр со значением 100% и в начале девятой секунды значение этого параметра 0, отлично, теперь нам нужно приступить к созданию перехода между первой частью видео смайл и второй, где у нас будет написано created by wins gilligan, для этого мы будем потихонечку убирать вот эти вот слои, так, и пожалуй текст у нас будет убираться при помощи вот этого вот пучка дыма, как это будет происходить, я выделяю слой смайл, беру инструмент pen tool и рисую маску, примерно вот по линии вот этого вот дыма, так, раскрываю параметры маски, ставлю здесь invert, анимирую эту маску и по линии дыма также я анимирую эту маску, выделяю одну точку, выделяю вторую, беру инструмент выделения, теперь параметр mask feeder я увеличиваю до 50, смотрим что я получаю в итоге, вот такое вот плавное исчезновение надписи, дальше при помощи этой же линии, но уже другой маски и я точно так же анимирую исчезновение видео, снимаю выделение с ненужных точек, беру инструмент выделения и перемещаю маску, параметр mask feeder также 50 пикселей, смотрим результат, отлично, так, теперь здесь нам не хватает логотипов, потому что длина слоев с этими логотипами у нас уже закончилась, вот она, нам нужно увеличить длину композиции S-лога и V-лога, открываю эту композицию, нажимаю Ctrl-K, сразу поставлю здесь длину 17 секунд, ОК, и нужно увеличить длину всех слоев в этой композиции, нажимаю Ctrl-A, перехожу в конец композиции и Alt и закрытая квадратная скобка, отлично, теперь тоже самое мне нужно сделать и со вторым слоем, открываю композицию V-лога, Ctrl-K, длина 17 секунд, Ctrl-A, Alt и закрытая квадратная скобка, смотрим, так, теперь нужно продлить длину этих слоев, итак, текст у нас исчез и при помощи, наверное, вот этой вот линии у нас будет исчезать и логотипы, вот этой вот линии дыма, выделяю S-лого и для него также рисую маску, раскрываю параметры этой маски, анимирую параметры Mask Path, так, нужно поставить галочку Invert, ну и вот здесь примерно закончим анимацию маски, снимаю выделение с ненужных точек, так, параметры Mask Feeder, выставляется у нас также на 50 пикселей, смотрим, что у нас получилось, отлично, и вторая часть логотипа это V-лого, рисуем теперь маску для него, галочка в чекбоксе Invert, анимируем параметры Mask Path, выделяю нужные точки, Смотрим, параметр Mask Feeder у нас должен быть выставлен на 50 пикселей, отлично, итак, вот такой вот результат мы получаем, дальше у нас будет создаваться вторая надпись, так, по-моему, слишком большое вот здесь расстояние между первым дымом и вторым, поэтому я вернусь в композицию Smoke Mask, и между первой и второй частью я сделаю расстояние чуть поменьше, примерно вот так, наверно. И все, и сразу у нас будет здесь появляться вторая часть логотипа, которую мы сейчас создадим. Так, чуть не забыл, перед тем, как двигаться дальше, вот эти вот два слоя, мне нужно также привязать к нашему слою, ну, Object, который называется Logo Control, так, выделяю эти два слоя, Smile и Video, берусь за ихнюю пиктограмму Pequip и перетаскиваю на слой Logo Control, теперь они будут двигаться вместе, вместе с нашими логотипами, отлично, вот теперь можно двигаться дальше. Идем на панельку Project, так, давайте снова здесь наведем небольшой порядок, вот эти все слои, относящиеся к дыму, мы также разместим в отдельной папке, которая будет называться Smoke, отлично, Yellow Texture Logo я кидаю в папку Logo, так, и теперь раскрываю композицию, раскрываю папки Breaking Bad Table, так, здесь мне нужна композиция с Chrome, так, насколько я помню, так, 36 не то, так, давайте взглянем, какой порядковый номер у этого элемента, 24, отлично, что ж, я дублирую эту композицию, вытаскиваю ее из этой папки, эту папку можно свернуть, и здесь я, как и в предыдущих случаях, добавляю Logo, раскрываю эту композицию, так, мне также понадобятся предыдущие композиции с логотипами, для того, чтобы скопировать, здесь слои Shape и Logo, копирую их, и переношу вот в эту композицию, слой заднего фона, естественно, опускаю в самый низ, и размер шрифтов, здесь, как вы помните, у нас был размер шрифта около 95, дальше этот слой с размером шрифта 25, у этих двух слоев размер шрифта 20, и здесь размер шрифта у шестерки, отдельно изменяем для нее размер шрифта 20, плюсик мы не трогаем, теперь вот этот вот слой с основным названием элемента мы смещаем чуть ниже, все, наша ячейка готова, теперь мы размещаем ее в нашей основной композиции. Беру инструмент выделения, подгоняю ее в нужное место, изменяю размер этой ячейки, так, ну и можно чуть-чуть подкорректировать масштаб, зажимаю Ctrl и увеличиваю значение этого параметра, все, отлично, теперь нужно дописать created by, так, этот слой я также привязываю к нашему Logo Control, так, беру пиктограмму Pick Whip и спускаю ее на слой Logo Control, отлично, этот слой теперь привязан и масштаб его также будет уменьшаться, беру инструмент Type Tool, нужно выбрать шрифт Hard Breaking Bad и набираю Created by. Выделяю весь введенный текст и увеличиваю размер шрифта. Так, активирую это дело, беру инструмент выделения, теперь мне нужно подкорректировать параметры на панели Character, так, чтобы эти надписи у меня совпадали, так, здесь я поставлю 100%, и уменьшу расстояние между символами, смещаю этот слой левее, посмотрим как это дело выглядит без референса, ну по-моему неплохо. Так, теперь мне нужно добавить здесь небольшой желтый оттенок, сейчас я покажу вам куда. Так, этот слой пока отключаю, вот это вот желтые полосочки, именно их созданием я сейчас и займусь, поэтому из этого слоя делаю пре-композицию. «Open new composition», так, это удаляю и здесь добавляю «Created by», «OK», так, дублирую этот слой и вот к этому я применяю эффект «Tint», ну в принципе можно было сюда добавить и какой-нибудь эффект «Fill», задаю цвет, «OK», и теперь при помощи масок, а маски я буду рисовать инструментом «Rectangle Tool», и я создам такую полоску, вот таким образом у нас будут располагаться маски, здесь я поставлю режим «Intersect», так, и для обоих масок параметр «Mask Feather» увеличиваю. Так, ну сначала будем работать давайте с одной маской, так, думаю, что неправильно, здесь нужно поставить режим «Difference», раскрою параметры второй маски и попробую подогнать параметры «Mask Expansion», ну вот вроде у меня появились такие желтые линии внизу, можно наверно еще чуть уменьшить, параметры «Mask Expansion», отлично, так я и оставлю, смотрим как это у меня выглядит в основной композиции, и эти переключатели «Solo» я сниму, что ж, это то, что мне нужно. Теперь, этот текст я также привязываю к слою Logo Control, и мне нужно создать их появление. Ну, примерно вот с этой линии дыма будет появляться у меня этот логотип, так, чуть-чуть сдвину его вот сюда, и рисую маску, так же, как я это делал в прошлый раз, раскрываю параметры маски, анимирую параметр «Mask Path», галочку в чекбоксе «Inverted» мне уже ставить не надо, выделяю нужные точки, беру инструмент выделения и сдвигаю это дело вот сюда вот, теперь параметр «Mask Feeder» на 50 пикселей, отлично, смотрим, что у меня получилось, так, чуть-чуть нужно сделать вот так вот, чуть сместить слой, хотя, нет, пожалуй, лучше будет, если мы сделаем появление этого логотипа, например, вот с этой вот линии дыма, поэтому давайте смещать анимацию. начнем, например, вот отсюда. как у нас это выглядит, что ж, вполне неплохо, теперь осталось анимировать появление вот этого вот слоя, ну, сделаем этот тоже примерно вот с этой линией, беру инструмент «Pen Tool», так, у нас рисуется «Shape», отменяю последнее действие, выделяю, так, этот «Shape» я удаляю, выделяю «Created by», и рисую маску, раскрываю параметры, так, анимирую параметры «Mask Path», выделяю нужные мне точки, и сдвигаю их вот сюда вот, параметры «Mask Feeder», смотрим, что у нас получилось, по-моему, неплохо, так, так, единственное, у нас вот здесь вот видно чуть-чуть этот слой «Created by», поэтому на первом ключевом кадре смещаюсь к нему, положение точек чуть-чуть поправлю. Теперь займемся созданием надписи «Wins Gilligan», беру инструмент «Type Tool», здесь у меня шрифт «Heart Breaking Bad», так, включаю отображение референса, перехожу в нужный момент времени, сначала набираю простую букву «В», так, если вы берете заглавную букву «В», то у вас будет появляться вот такой вот символ. Конечно, при помощи этих символов вы могли бы подумать, что можно создать всю таблицу Менделеева, но на самом деле даже несмотря на то, что здесь в этом шрифте нет никаких символов, ну, то есть точек, запятых и нет вообще цифр, а только вот эти вот ячейки. При помощи всех этих ячеек невозможно создать всю таблицу Менделеева, их просто-напросто не хватает, поэтому я создал собственную таблицу. Ну а для надписи я буду использовать обычную букву «В», единственное, я увеличу ее высоту, активирую это дело, беру инструмент «Выделение» и смещаю букву вот сюда вот. Так, буква «В» у нас готова. Продолжаем. Беру инструмент «Type Tool», набираю «Wins», активирую введенный текст. Так, теперь здесь мне нужно поставить «100», беру инструмент «Выделение», корректирую положение этого слоя. Так, по-моему, нужно уменьшить размер шрифта. Букву «G» создать не так просто, как букву «В». Мы берем букву «C», так, активирую, беру инструмент «Выделение», размещаю его в нужном месте, можно увеличить, так, здесь я поставлю также «100%», увеличиваю размер шрифта, «100%», теперь из этой буквы я сделаю «Пре-композицию», которая будет называться «G», открывать эту композицию мне не нужно, правый клик и выбираю здесь пункт «Open Layer». Здесь я сейчас дорисую нехватающие мне элементы при помощи инструмента «Brush Tool». Здесь у меня обводка в 3 пикселя, ничего замысловатого нет. Так, лучше взять обводку, я думаю, в 5 пикселей, так будет проще. Дорисовываю недостающие элементы, смотрю, как у меня это выглядит в основной композиции. Так, ну, еще чуть-чуть нужно дорисовать. Так, панелька «Layer». Ну, хорошо, я не буду много заморачиваться насчет этой надписи, оставлю все в таком виде и продолжу. Беру снова инструмент «Type Tool» и дописываю надпись. Так, активирую введенный текст и уменьшаю размер этого шрифта. Так, можно посмотреть, какой у нас здесь размер, 89 и такой же поставить здесь. Сдвигаю это все в нужное место. Так, что тут у нас? Видимость этого слоя я отключаю. Ну что ж, по-моему, все выглядит просто прекрасно. И теперь я из этих вот слоев делаю прекомпозицию. «Ctrl Shift C», «Wins» и нажимаю «Ок». Здесь, если вы заметили, у этого слоя сразу появляется текстура, то есть нет никакого появления, как у первой части, а текстура появляется сразу. Сейчас мы ее и создадим. Так. Отключаю это дело. Иду на панельку «Project» и нахожу композицию «Yellow Texture Logo». Она у нас, по-моему, должна быть вот здесь вот. Отлично. Теперь. Открываю композицию «Wins». Здесь я сделаю еще раз прекомпозицию. Так. Здесь я теперь размещаю композицию «Yellow Texture Logo» и выставляю здесь режим «Alpha Matte». Отлично. Дублирую композицию «Wins Text», располагаю ее снизу, включаю отображение. Сюда можно добавить эффект «Tint», поставить здесь какой-нибудь оттенок желтого. ОК. И «Amount of Tint» уменьшить. Примерно вот так. Теперь «Yellow Texture Logo». Открываю. Так. Вообще, если я сейчас начну редактировать эти параметры, то они изменятся и для наших вот этих вот композиций. Это мне не нужно. В принципе, можно оставить все в таком виде. Я думаю, выглядит это вполне неплохо. Если вы хотите сделать здесь другую текстуру, то дублируйте ее на панели «Project». Можно назвать ее, например, «Wins». И ее уже размещать в композиции «Wins». Да. В этой композиции размещаем ее. И меняем ее параметры. Я, пожалуй, оставлю все в таком виде и продолжу. Привязываю этот слой к слою «Logo Control» при помощи пиктограммы и нужно анимировать его появление. Примерно вот здесь же при помощи вот этой вот линии. Беру инструмент «Pen Tool». Рисую нужную форму линии. Раскрываю параметры маски. Анимирую параметры «Mask Path». Перехожу немного вперед. Выделяю нужные точки. Беру инструмент «Выделение» и смещаю их вперед. Смотрим результат. И параметр «Mask Feeder». Не забываем его редактировать. 50 пикселей. Ну что ж, композиция почти полностью готова. Нам осталось только создать ее исчезновение вот здесь вот. И сделаю это я при помощи отдельной композиции, которая будет называться «Fade Out». Так, нужно сделать ее размеры 1280 на 720. Длительность ее будет всего 2 секунды. Ок. Давайте посмотрим, о чем идет речь и что за исчезновение мы сейчас создаем. Так, включаю отображение референса. «Fade Out». Где он у нас? Вот он. Если вам видно, то здесь у нас также вот такое вот текстурное исчезновение. Поэтому нам нужно создать эту самую текстуру. Новый сплошной слой. «Fade Out». «Ок». Сюда я добавляю эффект «Fractal Noise». И эффект «Luma Key», при помощи которого будет создаваться исчезновение этого слоя. Также анимирую параметр «Threshold». Но на этот раз параметр этот будет анимирован с нуля и до… Так, откроем этот параметр на панели Timeline. Первый ключевой кадр будет стоять не на нулевой, не на первом кадре, а на пятнадцатом. Потом вы поймете почему. Так. Дальше через одну секунду у нас будет стоять второй ключевой кадр. Со значением, ну скажем… Так. Где у нас? Примерно так же. «240» я поставлю. «Edge Feather» здесь уже нужно поставить побольше. Скажем 25. И параметры самого эффекта «Fractal Noise». «Контраст» я увеличиваю. Яркость можно уменьшить. Так. Смотрим, как у нас это все выглядит. И параметр «Scale» нужно сделать просто огромным. Чтобы у нас вот эти вот области были более-менее большими. Так. И также для этого эффекта я анимирую параметр «Evolution». от начала композиции и до конца. Ну, здесь я поставлю, скажем, 30. Небольшие плавные изменения. Можно даже сделать чуть-чуть побольше. Не 30, скажем, а 50. Теперь эту композицию, только что созданную, я размещаю в своей основной композиции. Так, это дело я отключаю пока. Итак, «Fade Out». Нахожу эту композицию. Размещаю ее в основной композиции вверху стэка. Отключаю ее видимость. Она нам не нужна. И добавляю сюда новый слой. «Adjustment Layer». Нахожу его на панели «Project» в папке «Solids» и сразу переименовываю. Для того, чтобы знать, что это за слой, что это за «Adjustment». Будет он называться «Fade Out Set Matte». Так, к этому слою я добавляю эффект «Set Matte». Отлично. И в параметрах этого эффекта «Set Matte» я выбираю слой «Fade Out», который мы только что создали. так. На панели «Timeline» давайте найдем начало этого слоя и перетащим его вот сюда вот. Вот так вот в конец композиции. Теперь вот этот вот слой мне нужно обрезать вот здесь вот. Для того, чтобы здесь он не имел никакого действия. И дальше у меня создается вот такой вот переход. Отлично. Теперь вернемся в композицию «Fade Out» и подкорректируем непрозрачность этого слоя. В начале композиции первый ключевой кадр со значением 100. Дальше к пятнадцатому кадру мы идем. И здесь значение 50%. То есть сначала у нас будет уменьшаться просто непрозрачность на первых пятнадцати кадрах. Именно для этого мы начинали нашу анимацию с пятнадцатого кадра. И дальше через одну секунду. Так, здесь я ставлю пятерку. Через одну секунду непрозрачность будет ноль. Вот такая вот у меня получилась анимация этой текстуры. Возвращаюсь в основную композицию. Смотрим, что у меня получилось. Сначала уменьшается просто непрозрачность, а потом добавляется такое текстурное исчезновение. Ну что ж, думаю это все. Можно сделать предварительный просмотр всей заставки. Ну что ж, по-моему все получилось просто замечательно. Результаты мы добились правильного. Единственное нужно вот здесь вот для этой таблицы нам подкорректировать один параметр. А именно не для таблицы, а для камеры. Раскрываем параметры камеры. Здесь у нас должен быть depth of field. Выставлено значение on. И параметр апертуры мы давайте увеличим. Ну скажем до 200. у нас должно появиться такое размытие. Ну и в принципе все. Все. Теперь мы добавляем нашу заставку в очередь визуализации. Идем в пункт меню composition. Add to render queue. Здесь я выберу, пожалуй, h264. Что у меня здесь? Целевой битрейт 2.5 и максимальный 5. Ок. Аудио выставлено на автоматический режим. Если у вас версии предыдущие After Effects, а не CC, то здесь не забудьте поставить галочку в чекбоксе Audio Output. Нажимаю ОК. Так, давайте добавлю в композицию я звук. Где у меня слой reference. Добавляю звук. Возвращаюсь на render queue. И выведу все это дело на рабочий стол. Заменить. Да, заменяйте. Нажимаю render. Теперь я открываю этот файл. И наслаждаюсь готовой заставкой. Ну что ж, работы было проделано немало и я надеюсь, результат вас полностью удовлетворяет. Если что-то вам не нравится, то вы, конечно же, можете изменить все это дело на свой вкус и цвет. Ну что ж, на этом наш урок подошел к концу. Если у вас остались какие-то вопросы, как всегда, задавайте их в комментариях, в нашей группе ВКонтакте. И мы обязательно на них ответим. С вами был Фатхудинов Марсель. До новых встреч, дорогие друзья!